Миссионерский крестный ход с освященной копией Гаденовского креста в пятницу завершает свое путешествие по России. Накануне крестоходцы и наша съемочная группа прибыли во Владивосток. На прямую связь со студией из столицы Приморья выходит наш специальный корреспондент Александр Егорцев. Саша, здравствуй! Как завершается ваше большое путешествие по России? Расскажи. Доброй ночи, дорогие друзья! Общероссийский, миссионерский, крестный ход подходит к концу. Мы дошли до края России. Больше 20 тысяч километров пройдено. Два месяца пути. Сейчас мы находимся во Владивостоке, на берегу бухты Золотой Роб. В Спасо-Преображенском соборе сейчас находится точная копия Гаденовского креста. Давайте посмотрим наш репортаж. Дальний Восток. Общероссийский, миссионерский, крестный ход дошел до края земли. Друзья, мы поднялись с вами на вершину сопки. Здесь очень сильный ветер, но зато открывается потрясающий вид на Владивосток. В ту сторону Японское море и залив Петра Великого. Перед нами остров Русский. Он отделен от нас проливом Босфор Восточный. В ту сторону Амурский залив. И, наконец, перед нами открывается вид на бухту Золотой Рог. 3 ноября. В Москве еще ночь. Во Владивостоке уже 7.30 утра. Перед началом литургии точную копию Гаденовского креста бережно заносят в Спасо-Преображенский собор. Торжественную встречу святыни возглавляет митрополит Владивостокский и Приморский Владимир. Перед крестом в центре храма совершается молебен и поклонение. ПЕСНЯ 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 Для верующих в Владивосток и в целом Приморье принесение Гаденовского креста этой великой и значимой святыни имеет очень большое значение. Мы находимся на восточном рубеже нашего родного Отечества. Поэтому не у всех верующих есть возможность побывать в центре России, посетить какие-то святые места. Поэтому то, что сегодня эта святыня была принесена к нам, это, конечно, великая радость и особенное событие, потому что есть возможность преклонить колени перед этой святыней, облагозать язву Господа нашего Иисуса Христа, обратиться ко Христу Спасителю в своих молитвах. ПЕСНЯ Игумения Евстолия, настоятельница Никольского монастыря в Переславле-Залесском, преподносит в дар главе Приморской митрополии копию Гаденовского креста на молитвенную память. ПЕСНЯ После встреч с духовенством и миссионерами уже вечером участники Общероссийского крестного хода отправляются на берег пролива Босфор-Восточный к знаменитому маяку. Это один из символов Владивостока. Отсюда открывается вид на Амурский залив, в котором стоят на рейде океанские сухогрузы. А слева от маяка хорошо различим огромный мост, соединяющий материк с островом Русский. Здесь, на косе этой узкой полоски земли, что ведет к маяку, ветер такой, что сбивает с ног. Но мы проделали длинный путь через всю Россию. Нужно дойти. Окрест Господень, явленный в Гаденове, в окрестностях Гаденова, это и есть тот духовный маяк, на который могут и должны ориентироваться русские православные люди, находящиеся в непростых обстоятельствах, вот в этих бушующих волнах века сего. Дай Бог, чтобы этот духовный маяк, исходящий от него свет, освещал бы дорогу нашему Отечеству, нашему воинству, народу нашему с тем, чтобы всегда находить именно тот путь, который ведет нас к спасению и к вечной жизни. В окружении этих бушующих волн мы чувствуем себя, как юнги на корабле, который возглавляет великая святыня Гаденовский крест. Ощущение, конечно, радости, глубокой радости, что меня недостойно, Господь отправил оказаться частичкой команды нашей, посетить 27 городов. Соборно помолиться со всей Россией, конечно, в наше время считают, что это прям необходимость, на самом деле, там есть. И люди шли ночами, сутками, стояли в очереди, молились, просили и получали много. И, конечно, переполняет чувство радости, глубокой радости. От Мурманска до Севастополя, от Бреста до Владивостока. Два месяца пути, более 20 тысяч километров. Здесь, на краю России, во Владивостоке, у маяка, в проливе Босфор Восточный, напротив острова Русский, сегодня завершается общероссийский миссионерский крестный ход. Александр Егорцев, Дмитрий Борисов, Анна Мешкова, телеканал «Спас» из Владивостока. Спасибо огромное. Саша, как всегда, у тебя очень интересный рассказ, но напоследок, что можешь добавить? Да, друзья, во Владивосток специально прибыла Игумения Евстолия, настоятельница Никольского монастыря в Переславле-Залесском, на подворье которого и находится оригинал святыни Гаденовский крест. Матушка, вы были и на начале крестного хода в Мурманске, и следили за всем передвижением святыни. Расскажите ваши впечатления от пройденного уже пути за два месяца. Да, ну это очень потрясающее событие и для нашего монастыря, и для всех, кто наблюдает за крестным ходом. Но мы наблюдаем этот крестный ход от начала рождения, идеи его происхождения, и от благословения святейшего патриарха, который он дал сразу после празднования юбилея 600-летия 11 июня Владыки Ефимию. Вот это трогательное событие, на самом деле, мы своим сердцем его чаяли, наверное, много лет. Вот ровно столько, сколько мы молимся у Гаденовского креста. И наше горячее желание было, чтобы как можно больше людей, сердец прикоснулись к этой великой святыне. И вот сейчас наши чаяния исполняются самым невероятным образом. Какие, кстати, у вас впечатления от Владивостока, края России? Вы сегодня посмотрели разные места. Да, вот это еще одно знакомство с нашей Родиной. Вот здесь чувствуется русский дух, здесь чувствуется вот наше присутствие. Но при этом это такая ширь, это такой необъятный простор, которому нет предела. И вот эта вот широта российских пределов, она так настолько захватывает дух и увеличивает нашу гордость за ту землю, на которой мы живем, на которой мы молимся и которую освящает Господь. Ну что ж, о дальнейших событиях и возвращении Гаденовского креста в Центральную Россию, надеюсь, мы тоже расскажем и впоследствии с Владыкой Ефимием подведем подробно итоги этого грандиозного крестного хода. Студия. Спасибо огромное. На прямой связи со студией из Владивостока наш специальный корреспондент Александр Егорцев и оператор Дмитрий Борисов. Редактор субтитров А.Семкин